Военные пенсионеры и бывшие силовики снова намерены блокировать работу Кабмина. Они добиваются перерасчета пенсии, поскольку доплаты, которые начали поступать с начала года, они считают несправедливыми. Что такое организация «Силовик»? Разбирались наши корреспонденты. Майдан незалежности в Хмельницком. Возле облгосадминистрации более 200 пенсионеров. Это бывшие сотрудники МВД, СБУ, военные. На данный час пенсия 3400. 25 лет выставили. Это разве справедливо? Резными путями называют, что это повышение пенсии. Это не повышение. Для того, чтобы оно было настоящим повышением, нужно выполнить Конституцию. Нам нужно индексировать 1 до 3. Раньше моя пенсия была 400 долларов, а теперь моя пенсия 80 долларов. Анатолий Стучинский возглавляет ветеранскую организацию в Теофиполе. Мужчина – ликвидатор аварий на ЧАЭС. Полковник в отставке. За плечами 20 лет службы в МВД. Сейчас нам дают надбавку. Надбавку дали, знаете, кусочек хлеба. Дали собачьи себе выжить, мне нельзя сказать, слова. Подачку какую-то, невеличку. Кому 1300, кому 1500, кому 1700. Чего у нас делить на категории и на кланы? Поверно будет и обмер. Участники акции решили вместе добиваться справедливого перерасчета пенсий. Пенсионеры-силовики со всей Хмельницкой области начали объединяться в общественную организацию. Я поїхав всей Україною для того, чтобы объединять в единую организацию под названием «Силовик», которую мы создали, у всех військовых пенсионеров. Я планую в этом году видеть миллионный членский бюлет членов руху «Силовик». Это військовые пенсионеры Министерства внутренних дел, это військовые пенсионеры ЗСУ, это СБУшники, это прикордонники. Наша задача – солидаризироваться, объединяться с учителями, лекарями, шахтарями, простыми рабочими, простыми селянами и замусить владу всем перераховать пенсию. Людина не может жить на зарплату 3200, людина не может жить на пенсию 2000. За создание ячейки организации, присутствующей на акции, проголосовали единогласно. Областная ветеранская организация сегодня насчитывает более 23 членов. Пока формируют актив «Силовика», затем на собрании изберут руководителя. Первые 300 членов уже вступили в актив ячейки «Силовика» в Виннице. Ее создали накануне. Там Сергей Каплин тоже встречался с военными пенсионерами в Доме офицеров. По словам нардепа, людям обещали по 1500 гривен. Некоторые получили всего по 200, некоторые – вообще ничего. Разом с этим мы готовим первую нашу спильную акцию 25 квитня в Киеве, близ Кабинета Министров Украины, с вымогой перераховать пенсии. Переходят люди из всей страны. Под прапорами «Силовика», нашей единой организации, которая объединяет сегодня сотни тысяч, завтра миллион этих граждан, будем добиваться социальной справедливости. Завтра подобная встреча с военными пенсионерами состоится в Чернигове. Анастасия Крылата, Леонид Аборин. Подробности – телеканал «Интерхмельницкий».